Мы начинаем разбор нового. Что это новое? Это звучит так. Проблизительный перевод на русский в отношении к религиозным учениям Рава Кука. Это урок, который прочитал Рав Шерки недавно. По-моему, в Махун-Миле. Окей. Сейчас я его поставлю. Сейчас я его сделаю. Окей. Значит, тексты у вас, я надеюсь, где-то есть. Правильно? Либо в Word, либо в этом как угодно. Кстати, тут было в этом самом YouTube. Где-то я видел, такая штука была. Была такая справа штука, где... Чего-то я здесь сейчас не вижу. Ну, не важно, если у вас тексты. Там был... Ну, как бы субтитры, но только пошагово идет. И перебегая строчку за строчкой отмечают. Ну, что-то я... А, вот расшифровка видео. У меня написано «Показать текст». А вы его видите? Сейчас, секундочку. Кроме всего прочего, сейчас я вам его покажу. Вот, сейчас я выберу указку. Вот это вот. Вы видите вот это, нет? Да. А, ну вот можно здесь тоже... Либо здесь смотреть, либо субтитры смотреть. В общем, как вам удобнее? Так, беседр, да? Что ты говоришь? Субтитры удобнее, наверное, все-таки. Да, ну субтитры, да. Ну, хорошо, давай тогда начнем. Окей, беседр, что у меня... Ну, давай, не важно. Ну, Тимофей, давай ты начинай. Вот я отмотал начало. Запись включена. Беседр, гаммон. Поехали. А, нет, это не самое начало. Вот самое начало. Ну, шалом у враха, да? Да. Здравствуйте и благословения. Да, может быть, переведем вот здесь вот до более дословного названия, то есть как бы заголовок этого вида, что то, что я написал отношения к религиозным ученикам, все-таки очень приблизительно. Можешь прочитать, здесь написано вот это вот, тамцит. Сейчас, подожди, я в субтитрах. Да. Ну, хорошо, я могу. Тамцит, мишнато, шель, аравкук, баяхас, эль-ахки, лону. Что такое тамцит? Да, что такое тамцит? Тамцит. Краткое содержание, резюме, что-то типа. Да, да, да. Тамцит – это краткое содержание, либо резюме. То есть, как бы, ну, вкратце, вкратце, дальше. Мишнато, шель, аравкук. Мишнато – это мишна, лекция в данном случае. Учение. Так обычно говорят, мишнато – это учение. То есть, есть мишна – это как бы мишна часть Талмуда, правильно. А когда говорят мишнато, имеется в виду, что это учение. Итак, тамцит, мишнато, шель, аравкук, ну, вот это резюме, либо краткое содержание. Учение аравкука в отношении светкости, светскости. Ну, как бы не религиозно. Да, но я бы не сказал, что все-таки это атеисты, потому что, если на иврите употребляют слово атеист, хотя это слово, или атеизм, это слово не еврейское, да, скорее уж кафира тогда. А хилунут – все-таки это люди, которые, в общем, не считают себя религиозными. Во всяком случае, не соблюдающие заповеди, скажем так. Окей? Ну, хорошо, едем дальше. Да. Значит, третья илюля – это очень значимая дата. Я не стал делать медленнее Раушерки, потому что, в отличие от интервью, которое мы разбирали, в общем, здесь он говорит достаточно, как бы, нормально, вот, его не перебивает, поэтому это в нормальной, как бы, скорости. За тарих, чел, а конгресс акционер решен. Да. Это, значит, дата первого конгресса, сианинского конгресса. Правильно. Дальше. Да. Второй длился три дня, с первой по третьей илюля. Да, правильно. Обратите внимание, есть арах с айном, а есть арах с алафом. Правильно. Здесь у нас с алафом, и это как и орех, как бы, протяженность. Правильно. Вот. Естественно, который, как бы, длился. Правильно. А если это с айном, то это от слова, как бы, высадер. В смысле, делать от этого чуха на рух, да, накрытый стол. И от этого адвокат, орехдин. Это все от айн. Здесь у нас алаф, поэтому правильно, как ты сказал, который длился три дня от первого до третьего. Подожди, подожди, а в транскрипции айн, шиарах. Ну, вот, все теории, которые я построил, у меня есть написано алаф. Ну, значит, транскрипции неправильно. А какая, подожди, а какая транскрипция? Ну, тарих, да, набежно с алифом, а тарих, длина с айном и все. Ну, тот, который в телеграме на нашем чате выставлен, я вот ту транскрипцию взял. Ну, странно, но, во всяком случае, длина, орех, орех, дарих длится. Ну, даже с алифом. Ну, вижу различие. Ну, вот, тарих тоже, то слад тарих тоже через алиф, естественно, правильно? Окей, ну, хорошо, идем дальше. Сейчас мне эту штуку задораживает здесь. Дальше. Так, это говорит, что если... Ну, имкен, это говорит, что, по-видимому, ну, как бы так, имкен, ну, как бы, по-видимому, да. Это алифея геула. Да. Ну, как бы да. Начало избавления, что ли? Ну, процессы геулы, процесс освобождения. Связаны с этой датой. Ну, да. Ну, как бы, эраф всегда, как бы, он очень... Ну, как бы, это от обратного, да, то есть вещи, которые не очевидны. Для всех. Он всегда говорит, как бы, так спокойно и очень с таким бетахоном уверенности, что, как бы, никаких вопросов нет. То есть здесь, как бы, что за этим скрывается? Поскольку с точки зрения Рава, с точки зрения Ценот Дати, с точки зрения Мишнатоша Равку, геула, геула, это возникновение государства Израиля, во всяком случае, важный этап геулы. Поэтому Тариха и геула связаны с этим самым сианским когрессом. Если вы спросите Харьим, они скажут, что никакой связи нет. Но, как бы, понятно, да? Да. Тарих, Тирато, Челарав, Шарьешу, Ковен. Дальше. Это также Рэх написано. Тарих, Тарих. Посмотри, может быть, эти вот субтитры, которые идут здесь, они... Ну, да. То, что на сайте, в смысле, то, что на нашем чате... Ну, оставь, оставь, неважно, оставь здесь. Иди по тому, что сейчас прямо в Ютьюбе. Хорошо. Значит, это дата кончины Рава. Это также, да, да, кончины, правильно. Рава Шарьешу, Ковен. Шарьешу, Ковен. Дальше. Чей сын? Не-не-не, сейчас. Бноши Рафа-Назир. Бноши Рафа-Назир. Который? Я сейчас секунду. Да. Сын Рафа-Назира. Рафа-Назира, да, ученика Рава-Куфа, правильно? То есть вот Шарьешу, Ковен, Шарьешу, Ковен, он, по-моему, был Равином Хайфа. Может быть, или кто-то это, или, может быть, это кто-то из его сына, или что-то. Ну, а Шарьешу, Ковен был Равином Хайфа, но его, может, оставить. На самом счете, то, что написано, Бноши Рафа-Назир, который был сыном Рафа-Назира, да. Дальше. Он тянет цепочку. А Сандак Шилу, Ая Рафу. Ша, Сандак Шилу, Ая Рафу. В котором Раф Кук делал обрезание, получается, Сандаком? Ну, нет, Сандак – это человек, который держит на коленях. То есть, как бы, ну, вот, в параллельной епархии это называется крестный отец, правильно? Вот Сандак – это который держит на коленях, на коленях которого это происходит. Окей? То есть, вот этот Шарьешу, Ковен, он, его Сандаком был Рафу. То есть, как бы, это связали, как бы, в одну цепочку, правильно? Дальше. Это также дата смерти Рафа Йошуа Цукерман. Дальше. Захар Цукерман. Захар Цукерман. Захар Цукерман. Славя Рафа Йошуа Цукерман. Правильно, память, правильно? На Казахславман. Ша, Сандак Шилу, Ая Талмид Мухрак, Шил Арав Цукерман. Да. Мувак, который был учеником Мувак. Мувак — это выдающийся. Мувак — это выдающийся учеником Рав Цви Иудаку. Рав Цви Иудаку — это сын Рава Куку, правильно? А Мувак Боэк — это вообще такой ну вот выдающийся, бросающийся в глаза. Например, есть таким, говорится, Цева Боэк. То есть это вот краска такая, которая где-то, ну вот на дорогах или еще где-то, я не знаю, пожарные, что-то, которое вот, сейчас мне не приходит в голову русское слово, которое бросается в глаза. Яркие, не просто яркие, а даже более чем яркие краски. Но вот Мувак — это тоже слово распространенное очень. Это слово действительно выдающийся, да. Да, окей. Может, я еще кого-то забыл. Ну это тоже, но поскольку он находится в своей аудитории, это его аудитория, это не радио, где там, ну, естественно, свои рамки есть. Там ведущие эти как-то интервью, они очень не агрессивны, но активно нападают и все. Он там как бы Рав держится по-другому. Потом вот здесь как бы родная аудитория, но он как бы держит себя по-другому. Мы это чувствуем, правильно? Он говорит, улай шахахки он машет, типа как прикалывает аудиторию. А что, может, я кого-то забыл, типа того, что, может быть, лучше меня знать. А, окей, это был такой прикол. Он говорит, Кен, а Рав Кук? Конечно, Рав Кук. А, говорит, я Рав Кука зову. Ну да, Раф, Авраам, Ицхак, Коэн, Кук, также его День Смерти, это Третья Илюля. Да-да-да, правильно. Ктирато – это кончина. Кончина, но интересно, опять тут за этим понятна есть философия иудаизма. Например, что такое Автора или Мавкер, то, что читают в синагоге. Мавкер – это повторение последнего, скажем, абзаца седьмой Паши в чтении Торы, которое отделяет чтение Торы от последующего чтения главы из пророков, ну, не куска, а главы из пророков, соответственно, которая называется Автора, да. А Лафтир, Лафтир – это не то, что можно разделять, но это как бы уходы, это больше как бы ухода. В общем, это сложное слово, можете посмотреть, какие у него есть как бы значения, но это не просто День Смерти, как это по-русски. Скорее, это День Кончины, я бы сказал. Это больше связано с Кончиной. Петурим, на самом деле, это увольнение с работы, понимаете? Отпущение, значит. Ну, вот отпущение, да, правильно. Вот это вот, это когда человек, он как бы его мафтерим, то есть его отпускают из этого мира, понимаете? Поэтому вот говорить, что это День Смерти, теретики, ну, как бы практически это правильно, но смысл совсем другой. И как бы, когда говорят фтерато, в общем, так говорят по отношению к ушедшим людям, уход людям, что-то вот это. Но вот это вот слово, конечно, оно несущее как бы сильный-сильный смысл. Окей, дальше. Дальше, у нас продолжается тема Дима Белу. Дальше, День Смерти, это так же день, что днем поднялся Верусалим. Да. Так. Венитмана. Венитмана, это. Венитмана от слова был назначен. Был назначен. Леманод это назначать, Алиитмана, соответственно, от этого слова, это страдательное, да? Это он был назначен, да? Да. Был назначен Рафу. Был назначен, да. Ну, Алла Лерушала, и то, собственно, Рафу, до этого тоже был в Иерусалиме, в смысле, что он поднялся в Иерусалиме, в смысле, получил должность в Иерусалиме. И он был назначен, вот, Рабином, главным, наверное, Рабином Иерусалиме. Дальше. Дальше. Вахарках, шелко лерезь Исраэль. Вахарках, шелко лерезь Исраэль. Ну да, потом всего Израэль. Да. Ну вот, ну, значит, тут вот есть такое, ну, я не хочу сказать, что это падение, но, собственно, вот, одни те же самые даты. Какие даты? Зот אומרет, что Алла Лерушалаиме Гиммель Баилуль, Алла Ашамайма Гиммель Баилуль. Да, это значит, что он поднялся в Иерусалим 3 июля и поднялся на небо 3 июля. Да, правильно. Зэкатуб Агав Аль-Кивару. Это написано на его надгробии. Ну да, Агав это, между прочим, это, между прочим, это, между прочим, написано на Моцеве, правильно, потому что по-русски Кевер это как бы, как оно называется? Ну, на могиле, правильно, на могиле невозможно написать. Это написано на Моцеве, который стоит. Так, все, теперь подводится некоторый итог всему, связанному с Гиммель Баилуль. Таким образом, мы в очень значимой дате. Правильно, замечательно, 100%. Теперь, почему, собственно, 3 июля? Ну да, почему, как бы, божественное проведение выбрало 3 июля? Ну, непонятно, что поражение лица Рава. Не знаю. Сейчас он несколько раз повторит. Я не знаю, почему, собственно, эта дата заслужила. Удостоилась, да? Да, удостоилась. Да, и от. Ну, иуд ми юха дазе. Иуд это предназначение, правильно? Удостоилась особого предназначения. Окей. Ну да, это опять, как бы, стиль Рава, когда перед тем, как он будет говорить про вещи сложные, он предваряет и говорит отобратно. И так, что он говорит? А вай Баршутхэм они уже говорили, да. Перед вначале, что в Баршутхэм? Ну, а вай Баршутхэм, с вашего позволения. Ну, это как бы, поскольку там сядут ученики, то это опять такой... Ну, мне не хочется им пить прикол, Рав, все-таки, как бы, не прикалывается Халила, да. Ну, он такой стиль, да, вай Баршутхэм. Понятно, что он говорит без их позволения. Но он, как бы, специально одним, как бы, перепедалирует и говорит. А вай Баршутхэм. Но с вашего позволения. Аниру Целла, агит, варим, шутим. Хочу сказать простые вещи. Ну, и понятно, что они простые, Даша. Миностам. Которые по-простому знаю. Миностам, который, очевидно, Миностам, как бы, это очевидно. Которые, очевидно, Едуим, Лерофа, Нашим, По. Известны большинству людей здесь. Известны большинству этих людей. Понятно, что они неизвестны. Они неизвестны, поэтому, соответственно, вообще бы не говорил. Но это, как бы, такой стиль. Но это неизвестны, чтобы знать, кто он, Равкук. Но это неизвестны, кто он, Равкук. Равкук родился в году... Надо посмотреть. Я не могу сразу так перевести. Не могу. Понятно, что кончается на 5. 1800, да, какой-то, 65-й, 85-й. Ну, наверное, да. Да, ты шана... 1865-й. Ну да, 1865-й. А 1935-й кончался в 1935-м. Да, в 1935-м. Да, правильно. Правильно. То есть, Шивим Шанахайм. Жил 70 лет, правильно? Дальше. И когда Рав родился, большинство еврейского народа были религиозным. Окей. Дальше. И когда нефтар... Ну, скончался. Большинство еврейского айда были светскими. Окей. То есть, за время жизни Равококов произошел переворот, вот по этому параметру, правильно? Угу. Это в действительности... Ну, он бы управляет такое некоторое слово, может быть это немножко сленг, да? Это ЗБЦМУ, Бедюк, Рохеф, Аляткуфа. Ну, непонятно, может быть Равку. Рохеф, Рохеф, это вообще говоря... Псадникшин. Оседлал, да, оседлал. В том смысле, что, в общем, ну как бы это было основное событие его, периода его жизни, я так думаю. Рохеф, в том смысле, что он оседлал, оседлал эту тему, это была главная тема времени его жизни. Я думаю, вот так правильно перевести, но в случае это некоторый сленг, поскольку он обращается с... По-русски тоже такой, сейчас оседлал некоторую тему, правильно? Ну, как бы, да. Окей. Ну, давай еще, может быть, чуть-чуть вот до какого-то этого, потом Аня. Давай, наверное, Аня, передам не только надо. Проблема, Аня, давай, следующая. Слушаем Равку. Эй, Равку, слыха. Слушаем Равку. Слушаем Равушев. Шарломар, גם виведа раба, Ахилун, שלа Олама Фелли, Шейтхилов Дефнес. Окей. Так, возможно, Шарломар, можно сказать, גם виведа раба в большой мере. Да. Ахилун, ну, как бы... То же самое, сикулализация, это как там было, то же самое слово. Шэль Аулам всего мира, Клали всего мира. Да. Шэйтхилб началась, Ольфтезе. Еще до этого. Началась еще до этого. Шэль Агуим, как это? Угоев, Угоев. Ну, не влезли к народу, скажем так, по-русски слово «угоев» звучит это, особенно в этой аудитории. Ну, есть, конечно, в этом тот отголосок, который есть в отголосок и в русском переводе, просто в русском произношении слово «угоев». Но, тем не менее, в данном случае это не несет какую-то отрицательную оттенок, Аплеса имеется в виду, что речь у нееврейских народов, скажем так. То есть эта тема, она не только связана с евреями, а эта тема связана вообще со всеми мирами. У нееврейском мире эта сикулализация началась еще раньше. Да-да-да-да-да. Однако, это лягудим, что касается евреев, за это лихо, этот процесс, что эвшар, ну как, сэмусиман, сэмано там, как это знак, определить его, нет, можно его определить. Можно его, ну как бы, можно его определить, означать, как угодно. Можно его означать в 20-е годы Ахранот Шель Амеа, как это, Ахранот, последние 20-е, как это, последние 20 лет Шель Амеа, что-то такое. Но тут перевернуто. Последние 20 лет, 19-го столетия. Последние 20 лет, 19-го века. То есть 1880-е и, соответственно, 1900-е, правильно? К Шеар Афкук Хая Цаир, когда Раф Кук был молодым. Дальше. Это время, как бы, превращения евреев из Дадии в Хеллани. Правильно. Правильно. Так что, Раф Кук, ну ладно, когда Раф Кук родился. Да. Галута была очень глубоким, сильным. Галута, мукам и от, в смысле, что... Глубоко в Галуте сидели. Галута, в смысле, что возрождение государства Израиля не было на горизонте. То есть все это было... Да? Окей, дальше. Есть, кстати, това, вот. В 7-е, в 7-е, в 7-е, в 7-е, в 7-е, в 7-е. В 7-е, в 7-е, в 7-е. В 7-е. В 7-е. Ну, как бы, как это, любящие сионы, или как... Нет, организация, это организация хового и циона. Организация любящих сион, и тому подобных, и ей подобных. Да, да, да. Однако, в общем, в общем виде, им Исраэль находился, ну, в общем, в этом самом глубоком Галуте. Да. Глубоком Галуте. Так, и сама земля Израиля находилась под властью Турции. Нет, ну вот слово хорева важно. Хорева разрушает. Разрушает, да, разрушает. А слово хер? Слово херов меч. Да? Ну, хорева есть слово хорева, по-моему, как синагога из Иерусалима. Да, да, то есть разрушение, но вот разрушение было связано с тем, там, где меч проходит, там остается хорева. Да, хорошо, и турки, и правильно. Только она была разрушенная, и не совсем это. Что-что, я не понял. Да, я говорю, что была вся разрушенная земля Израиля, и сидела под чужой власть, и вся разрушенная, и вся такая пустошерда. Да, с шелтом турки под и властью турков. Так. Я же получал, когда он шелтом, учуете, что ли? Ну, он опять повторяет. Я же, Крестович. Ну, и так, здесь есть повыша, здесь и там. Небольшое, было небольшое, начало небольшое, начиналось небольшое пробуждение, шелят, тишвут, ну, как бы возвращение. Заселение, заселение, тишвут, это... Да, тишвут, да, тишвут. Да, их тишвут, да. Тишвут, вот, заселение. Окей, да. Шаровкук не встал, тишвут мандат британский, миткадем. Так, дальше, к Шаровкук не встал. Мандат, а где-то, наверное, середина, конец. Тридцать пятый год, ну, да, двадцать-двадцать, там, какого-то с двадцать... Двадцать какого-то, да, правильно, да, да. Ну, там, в общем, да, он где-то посередине где-то был. Да, да, да. В немца имбедерах Ландина. В немца имбедерах Ландина. Да, и было уже, как находились мы на пути к государству. Да, правильно. То есть вот это все очень важно. Раф устанавливает рамки не столько даже, как бы, временные по годам, а сколько мы шмутим, как бы, по значению. В значении, как бы, возникновения государства Израиля и народа Израиля. И это, по-видимому, будет тоже связано с процессом филониута, да, секуляризации. Есть еще кое-что, кое-что еще, что случилось во время, ну, во дни Рава Куха. Да, и что не случилось в его время. Да, 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 сейчас посмотрим дальше на продолжение. Да, 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 да. Вторая война, уже ойдя ЗАЗОА, как это, АМУК, 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 ЗАЗОАМОК. Как движение, как это, АМУК, ЗАЗОАМОК. Не-не-не, ЗАЗОАМОК, 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 Потрясение. То, что по-русски, сотрясение, потрясение. Так, Тарбут... А, как это, умножение, увеличение... Нет, подожди, почему? Тарбут – это культура во всей западной культуре. Я слово забываю. Да-да, Тарбут – это культура. Хорошо, во всей западной культуре во всем человечестве вообще. И по существу во всем человечестве, да. Первая мировая война служила таким потрясением, да. Вообще, вот это вот слово ЗАЗО, да. Вот есть, например, ЛИЗАЗЕ. ЛИЗАЗЕ – это, в общем, «потрясти», на самом деле. ЛИЗАЗЕ – это очень сильное слово. Дальше. Да. Одно было то, что произошло, а второе – то, что не произошло. То, что произошло, мы сказали, а то, что не произошло. Но то, что не произошло в нейровой кукле – это шоа, катастрофа. Катастрофа, да. Да, не только то, что сейчас национал. Дальше. Я не лабитуах, что ешь на шоа брура. И я не уверен, что есть у нас, как это, ясный ответ. Ясный ответ, сто процентов. Ясный ответ, да. Ну, тоже не очень понятно. Ясный ответ, не что. На что ответ, да. На что ответ, как бы. Я не знаю. У меня такое ощущение, что, как бы, на фоне того, что говорит Равс, у меня такое ощущение, что, ну, как бы, идея, что вот эти вот события важные, которые происходят, либо не происходят как шоа, да, это вещи, которые связаны с Гахой. Это вещи, которые связаны с божественным провидением. Почему они... Точно так же, как он сказал. Я не могу сказать, почему был выделен, почему выбран Дима Бейл. Не знаю. Вот то же самое он сейчас говорит. Не могу объяснить, почему что-то произошло, а что-то не произошло. Да, как бы, ну, вот это, по-моему... Слава Богу, что человек не дожил. Я бы сказала. Хорошо, что он не дожил. Почему это произошло, а это нет? Почему Ракуха умер до этого? Он говорит, у меня нет на это ответа. Окей, ну, дальше. 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 Ну, еще что произошло во время, во дни Ракуха, это зен. Сейчас я говорю. Это алия, что ла мишнот га социалистит. Да. Это алия, как сказать, мишнот, каких-то там социалистов мишнот. Социальных учений. А, мишнот в смысле учений. Ну, поднятие в смысле появления, рассвет, вот что-то типа этого, да? Алия. Поднятие по-русски трудно сказать, но, в всяком случае, появление, рассвет. Окей? Поднятие, да. Социализм. Вен-Ай-Равкук. Уносэ. Рагиш. Нахиц, мярд. Окей. Так, значит, социализм, БМР Рава Кука, это социализм, Аднира Рава Кука, это, как сказать, НОСЭ, Рагиш, как это сказать, НОСЭ. Очень чувствительная тема. А, ну очень чувствительная тема, хорошо. Нафиц, нафиц, это вообще то, что по-русски переводится взрывоопасная. Ну понятно, что тема такая чувствительная, взрывоопасная. Наверное, правильно по-литературной перевести, немножко это обработать, но дословный перевод такой, что эта тема не просто, а что эта тема очень чувствительная, в смысле, затрагивающая многих и очень нафиц, то есть несущая в себе большой заряд, как бы такой силы энергетики взрывоопасных. Нефиц, это взрывчатые вещества. Псца отсюда, это бомбы, и так дальше. Псца отсюда, окей. Берых, кмош, моланутаем. Берых, кмош, моланутаем. Так, берых, кмош, и так, берых, ну как это, во время... Похоже, схоже, приблизительно. А, приблизительно. Что? Что там за слово такое? Левизна, приблизительно, как левизна сегодня. То есть левизна сегодня, как бы тоже, это то, что занимает умы человечества, западного мира, западной цивилизации. И это тоже рогиш, и это тоже нафиц. А вот так же тогда это были социальные учения. Ну, как бы я повторяю логику. Окей, идем дальше. А ваалаз, удло это смоланут. А ваал, а я. Социализм, коммунизм. Да. А ваалаз, удло это смоланут. А ваалаз, вот это была еще не левизна, как смоланут. Ну, тогда не было левизны, да. Тогда не было, ну, скажем, смоланут. Ну, ваалаз, социализм, но был тогда социализм и коммунизм. Правильно. А, ну, еще одно слово. Абширинц. Так, дальше. Окей. Да? Ай? Еще, тофа, это было, как это, явление импорта. Ну, как бы это было, еще было явление, что начало, что это было начало системы. Ну, да, то есть социализм, коммунизм, это не как бы, то есть евреи участвовали в этом, но нельзя сказать, что это было чисто еврейское, да. Большая часть, это не еврейское было, да. А вот циану, которая чисто еврейская. Дальше. А циану? А, циану там не имеет, а циану до ухали, кто не имеет. Сугет циану, для меня. Дальше. Цианизм, ну, как сказать, цианид. Сутический, политический. Дальше, как сказать, политический сианизм или духовный сианизм. Коль, Менейсу, все, все разновидности. Да, все виды сианизма. Все разновидности вопросов, сионистских вопросов, все те. Ну, все виды сианизма, как бы, ламининаем, это повторение, то есть, это еще из шести дней творения, да, то есть, по родам их, дословно, по родам. Ну, все разновидности сианизм. Потому что, известно, есть сианизм, был сианизм культурный, их адам, был сианизм, динит, политический, это эрцель, да, ну, и вот сианизм рухани, по-видимому, это ракур. Это, это, как бы, ну, как бы, я так понимаю, дальше. Дальше. Ахибур связь, это, это связь между вот этими движениями. О, он говорит, эти движения сами по себе очень интересные, а еще более связь между ними. То есть, грубо говоря, евреи, которые сионисты, а при этом социалисты. Вот есть хибур, да, дальше. Как говорится, как сказано, как сказано. То есть, то есть, то есть. Сианизм, сионисты, шебуни, которые строили государство Израиль. Да, строят, но как бы, к тому времени, которые строили государство Израиль, правильно, они... В большинстве были светские. Правильно, да, да. Да. И вторая их черта, кроме того, что они стекулярные или светские, или нерелигиозные, вторая их черта какая? Так, в меньшей, в меньшей, как сказать, в меньшей, в меньшей... Где меньше? Нет, в эмлеров, все-таки в эмлеров. И они по большей части... По большей части? Мне окох. По крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, какая меньшая часть? Ну, по крайней мере, кто? Амине, а кохамине, что такое кохамине? Движущая сила. Мотор это мотор, кох это сила, движущая сила. То есть, они в своем большинстве, но, говорит, во всяком случае, большинство. Но, в основном, те из них, которые были, которые делали движуху, которые были инициаторами вот этого процесса. Коахамине, да? Дальше. А коахахазак, который является чем? Какой-то самый, тоже какой-то сильный. Который является силой, сильной, грубо говоря. То есть, является инициатором, да? Он мне. Мине, это который заводит от слова мне, от слова мано. Мано, это мотор. Дальше. У социалисты. Он говорит, кох, он социалисты. Он какой? Союзистический. Союзистический. То есть, у них два параметра. Они, с одной стороны, были хилоним, а с другой стороны, по большей части, ну, уж во всяком случае, те, которые были, как бы, инициаторами, были движущей силой, они были социалистами. Дальше. Вот, замечательно. Дальше. Киломар опять. То есть. Киломар, шлошад и танут. И три вот эти вот, три движения. Да. Какие он перечисляет? Вот эти, как говорится, в народе или в народе. Не, не, национальное. Национальное. Леумю тут национальное. Социализм. Ну, течение национального. Ну, националисты. То есть, национальное течение. Дальше. Социалисты. Ну, скажем, националисты, социалисты. И кто еще? И вот это вот секуляристы. Ну, секуляристы или атеисты, скажем так. Да? Дальше. Хабруи, Баяха. Вместе. Соединились вместе. Да. Или объединились еще, можно сказать, по-русски. Хабруби. Объединились. Ламифалихатгадоль. Чтобы, так сказать, в одно действующее лицо или в одно... Ну, в одно большое, для одного большого дела, грубо говоря. По-русски, мифаль, мифаль, это такое слово, которое обозначает поле деятельности. Когда у человека говорят, мифаль хаим шила. По-русски нельзя сказать, что это предприятие его жизни. Так по-русски не сказали. Да? Дело его жизни, по-русски говорят. Но и в виде это мифаль хаим. Поэтому здесь, вот мифаль, это одно большое дело. Дальше. О, которые что? Вот этот мифаль, в чем он заключается? То есть, вот эти вот три, которые перечислили, да? Националисты, социалисты и, ну, скажем, атеисты, да? Они делают большой мифаль. И что они делают? Макшим, Эдхазон, Ануви. Как перевести? Что-что? Принесли или? Нет, осуществляют. Лакшим, осуществляют. Слово гешем. Материализируют. Осуществили. Ну, как это? Пророческое. Пророческое. Меня осуществляют видение пророков, да. Или пророчество. Ну, пророчество пророков. Видение пророков, да. Окей. То есть, то, о чем говорили еврейские пророки, осуществляется, как это говорит раб, вот этими тремя силами. Окей. Дальше. Хорошо. Что он говорит? Это факт. Это факт. Почему это надо подчеркнуть? Потому что в аудитории, велигиоз, на которой это вызывает некоторое, ну, скажем, раздражение, удивление и так дальше. То есть какое отношение имеют перечисленные, да, опять, социалисты, кто там были, националисты, а уж особенно атеисты, какое они имеют отношение к словам пророков, а уж тем более, каким образом, как можно понять, почему на их долю именно выпало осуществлять слова на вине. Так он были осуществлять религиозные люди, бородатые, с типами и так дальше. Или в шляпах. А было совсем по-другому. Ну, он как бы вот на этот ответ, на вопрос, который не задан аудитории, но который он, видимо, видит на лицах людей, которые сидят, ну, он говорит, я понимаю ваш вопрос, но это удар, кстати, ничего не сделает. Это факт. Факт на лицо, только как говорится по-русски. Правильно? Дальше. Дальше. Сейчас можно, можно бы ехать в отношении этих фактов. Да. Ну, можно ответить, можно отреагировать, отреагировать. Ольмен и каждому, каждый. Не, бэхольмен и офаним. Офан – это способ. Можно разными способами. Чему ведет Раф, сейчас проверим по неправильному. Я не слушал специально, чтобы мы вместе с вами слушаем, как бы в первый раз. Он, Раф, говорит, что вообще-то по отношению к этим фактам можно проагировать разными способами. Он с вами, что если вы не хотите признавать эти факты, да, то вот это так было. Вы можете объяснять это какими-то побочными способами, пытаясь увильнуть от главного вопроса. Почему эти люди, почему, которые совершенно-совершенно не подразумеваются, что они должны были выполнять слова. Почему они выбраны были, почему они выбраны были по-разному проведению. В общем, говорит, вообще можно להגип, להגип это, реагировать, да, реагировать. В какой-минейл-фанимационно разными способами дальше. Дальше. Я бы хотел, прежде всего... Правильно. Ладун, сейчас скажу. Как это... Ну, Ладун, это судить. Обсудить, просто обсудить, просто обсудить. Это Гува, ну как это, Гува, реакция получается. Обсудить реакцию кого? Мира еврейского мира. Какого? Классического. Классического еврейского мира. То есть классический, в смысле, вот, да, значит, классического. Классического ортодоксального мира, какого, Бейешуэй? Ну, как это сказать, учениками, заседателями этих самых... Нет, я думаю, Бейешуэй, Бейдмидраж. Ну, как бы, обитатели, скажем, да, обитатели Бейдмидраж. То есть обитатели школ учебы. Ну, по-русски школ учебы, Бейдмидраж. Так и будем говорить Бейдмидраж. То есть сидят люди в Бейдмидраж, которые религиозно соблюдают митцвот, учат Тору и так дальше. Казалось бы, то, что они должны были выполнять, по логике, правильно, потому что мы видим, как бы, ну, это их область, они... Это их область занятия, они, как бы, профессионалы. А оказалось, что выполняют совсем другие. Совершенно непонятно. Да, дальше. Подожди, а у нас Тимофей, что у нас? Что-что? Тимофей-то, пускай, тоже включается, что ли. Еще раз, я не понял, прости, еще раз. Тимофей у нас где? А, Тимофей, пожалуйста, можем перейти на Тимофей. Тимофей-то с нами? Да, да, я тут. Хорошо, давай дальше, давай вернемся к тебе. Хорошо, мы эту фразу перевели, да? Я бы хотел... Да. ...обсудить реакцию классического еврейского мира, сидящих в боте мидраж. Дальше. Каким образом они связываются с... мидья-хасима относятся? Ну да, относятся с... ...кархам амидии. Да. Туфаа это явление. Как они соотносятся, правильно, с... Туфаа и хариц, главным... ...главным явлением. Главным. Мусевским явлением. Так, называют сикуляризацией. Как они относятся к сикуляризации? Дальше. Так, есть 5 гиша, это... Подходов. Подход. Да. 5 подходов разных в отношении изменений этих... К этим изменениям. Он говорит, есть 5... Вот есть как бы 5 способов объяснения. Сейчас Раф их перечисляет. Гиша 1 говорит... ...кархам шум газа. Замечательно. Что говорит 1 гиша? 1 подход говорит, что ничего не произошло. Да. Надо снова абстрагироваться. Ничего не произошло. Называется ра-ше-ре-ха. Это просто фоновый шум. Это подход? Да, это подход. К примеру. И Шая Гуляйбович. Да. И Шая Гуляйбович известна очень фигура. Это, ну, в общем, Талмит Хахам, профессор, иудайки. Но при этом дико левый совершенно. И, в общем... Ну, левые тогда были не такие левые, как сейчас. Но, тем не менее, Шая одиозная фигура. О'кей? Аре, Йомар, Лейбович и Домар. Ко, тамид аю анашим, ше... Киму Тора и Мицелот. Ветамид аю офрия-пера. Дальше. Аре, Йомар, Лейбович... В соответствии с сказаном Лейбовичем. Ну, говорит, аре, Йомар, Лейбович. Ведь скажет Лейбович, да? Йомар скажет. Ну, ведь скажет Лейбович, что... И, что, значит, вы дома. И похожи на него. Или схожи с ним, да? Что они скажут. Всегда были люди, которые существовали по Торе и заповедям. Которые соблюдали. Лыкаем Тора, которые соблюдали Тору и Заповедь. Тору и Заповедь. Аре, Йомар, Лейбович. И всегда были совершающие грехи. Ну, совершающие преступления, которые преступающие заповедям. Грубо говоря, которые не соблюдали заповедям, потому что они их нарушили. Или были, скажем так, нарушители заповедям. Ну, хочется сказать, что разница только в пропорции, да? Лыфамим. Да, например, иногда соблюдали 97%. Куда ищих заповедей сколько? 97%. Да. А, нарушающих три. Окей. Лыфамим. Лыфамим. Наоборот. Ну, а да, бывает наоборот. Дальше. А иногда... 97% нарушают, 3% соблюдают. А, 3% соблюдают, да. То есть, какая разница только в том, что цифры поменялись, а в принципе то и сам. Окей. Ничто не влияет. Ничто не поменялось. Но ничего не поменялось. Миша, микая, митцво, диноках. Миша, рога, митцво, диноках. Да. Миша, микая, митцво, диноках. Миша, микая, митцво, диноках. Окей. Ну да, кто? Ну да, его суд ему полагается одно, а тот, кто не соблюдает, ну, соответственно, ему полагается другое. Ну и что на крюме? Да, ничто не поменялось. Ничто не поменялось. То есть там 3% получали наказание, а 97% получали, наоборот, не наказание, наоборот, как это, заслугу. А здесь как бы наоборот, 97% получают наказание, 3%, ну и что? Только поменялись проценты, а никакой рейтси нет. Ну, Раф, понятцы, мы не согласен дальше. Это индиферентно. В соответствии с положениями... Ну, принципом. Икарон – это принцип, от слова икар. Икар – это основной, икарон – это принцип. В соответствии с принципом кого? Сышея Валеновича. Да. Нет никакого смысла в истории. В истории. Убыводай, и уж, конечно. Конечно, нет никакого смысла в глазах иудаизма. Да? То есть, ну, я совершенно как бы не тоже даже не специалист, но Ишайо Лебович – это как бы запад иудаизм. А в глазах Рава Шерке иудаизм и связанность истории. То есть, есть возникновение государства в Израиле так дальше, в наше время так. Это не случайное явление, это некоторый статический процесс, который является проявлением божественной воли. И, соответственно, по отношению к государству Израиля, совершенно принципиально разное отношение профессора Лебовича и Рава Шерке. Профессор Лебович, он декларирует, что надо прежде всего отделить государство от религии. Государство и религии – две разные вещи. Просто не связано с религией. А Рав Шерке, который видит государство в соответствии с потребителя Рав Куха, он видит божественный процесс. И это исторически является божественным процессом. Он, конечно, считает, что это государство должно быть еврейское. А наоборот, оно должно быть как можно больше, а в идеале максимально построено на принципах иудаизма. Поэтому их главные принципиальные назначения дальше. Ну, в общем, в соответствии с Лебовичем нет никакого связи с историей. Ну, это он сейчас уже, как бы, профессор Лебовичем не может ответить, потому что он скончался, проверьте, в 90-х годах, по-моему. То есть это при нас было, мы были уже в Израиле. Но он, как бы, говорит, таким полу-полу-юмором. Ли фи зе, сефир Атанах, лимашаль, у, но сефир Йуди. Куть еще не могу с историей. Как это привести? В соответствии с этим книга Танаха, к примеру, она не книга еврейская, у нас, на 100% историческая. У нас запись, начинаю историю. Окей. Зе я им дагаха. Зу им дагаха. Эмда это что было? Эмда это положение. Или позиция. Положение. Это одна позиция. Ну, вот это первая позиция, да? Эмда шния умерет царих литбатцер. А Эмда шния умерет царих литбатцер. Положение второе говорит, что необходимо... Литбатцер. Литбатцер это начать обороняться. То есть, грубо говоря, за сей бункер. Такое слово. Литбатцер это человек, который упирается и который строит вокруг себя как бы... Вот, например, есть, знаете, различные слова, ну, более-менее, которые включают всякие сооружения. Например, мифцар. Мифцар. Это то, что говорится в современном иврите, например, замок. Чему от слова замок? Ну, по-русски замок, в общем, как бы замок. Но больше это как бы такое красивое здание. Правильно? Вот это именно замок. Литбатцер на иврите это как бы запираться, замыкаться. Вот правильно замыкаться. Правильно? Поэтому вторая позиция, это надо замкнуться. То есть, как бы, укрепиться своем и не реагировать, знаете. Такое, как бы, мое объяснение дальше. Дальше. Надо строить стены. Да, правильно. Это означает литбатцер. Замкнуться, построить замок, построить, но замок не в смысле красоты. В смысле крепость. А, вот еще крепость. Крепость даже лучше подходит. Крепость от слова крепить. Правильно? Литбатцер. Необходимо воевать. Необходимо война. Война и гоненут. И гоненут от слова литбатцер. 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 Это агана. Это защита. Литбатцер. Это обороняться. Должна быть оборонительная война. Надо построить стены и заняться оборонительной войной. То есть, грубо говоря, защищать, оберегать то наше свое, традиционное. Для того, чтобы рог сара, чтобы вот эти вот ветры, штормовые ветры, они не проникли на нашу традиционную территорию дальше. ЛО МИЛХАМЕТ АТКАФА. Да. ЛО МИЛХАМЕТ АТКАФА. Вот это вот, значит, есть и два струда, а есть АТКАФА. Значит, ЛО МИЛХАМЕТ АТКАФА. Не атакующая война. Да, но, то есть, как бы, не война наступательная, АТКАФА это наступление. А война оборонительная. То есть, я ставлю стены, да, и говорю, это ваше дело. Самое главное, чтобы ко мне не проникали. Все. Я с вами не буду спорить, я с вами не буду перегрузать, я уже хочу. Ну, вот, как бы, такая идея. ЗАТКАФА. ЭТО МИЛХАМЕТ АТКАФА. Да, оборонительная война, а не наступательная война. ЗОТ АМДАШЕ МИЦУЯ АРБЕ ПОАМИМ БАЦИБУРИЮТ АХАРИДИН. Значит, это позиция, которая появляется... Правильно, появляется, ходится или существует, как угодно. МАЦУЙ, когда говорят, например, ЛАБДЛЯ ПРОЖИВОТНОВА, там, ШУАЛЬ МАЦУЙ, это, например, распространенный... Как он называет? ШУАЛЬ ЛИСИЦКО. НЕ РЕДКОЕ, А РАСПРОСТРАНЕННОЕ. Поэтому еще даже есть такое выражение. Знаете, МАЦУЙ ВРАЦУЙ. РАЦУЙ – это желательно, а МАЦУЙ – это как по-русски. Одно желательно, а другое... Да, ну вот действительно. Вот МАЦУЙ – это действительно. Окей? Ну, а очень близко к слову МАЦУЙ только что АЛАФА нет. Но я знаю, чем МАЦУЙ. ЗОТ ЭМ ДАШИ МАЦУЯ, которая как бы распространена или находится. АРБЕ ПАМИМ БЦИБУРИЮТ ХАРИДИК. Где? В религиозном обществе. Ну, да, в религиозном секторе, религиозных общинах, обществах. Давай ЦИБУРИЮТ. ЦИБУРИЮТ – это общество. Дальше, ШЕ УМЕР, которое говорит... ШЕ УМЕР ЭТЬ, АНАХНУ МААДИФИМ ЛИЦАМЦЕМ ЭТМ МЕРХАВ АХАИМ ШЕЛАНУ. АНАХНУ МААДИФИМ ЛИЦАМЦЕМ ЭТМ МЕРХАВ АХАИМ ШЕЛАНУ. Мы стремимся... ЛААДИФ – это предпочитать. Мы предпочитаем ограничить... Ну, даже сжать, сжать, сжать. Сжать мерхав АХАИМ ШЕЛАНУ. ШЕРАТУ, что ли мерхав? ШЕЛАНУ МАДИФИМ ЛИЦАМЦЕМ ЭТМ МЕРХАВ АХАИМ – это жизненное пространство. У нас есть свой район, у нас есть своя община. Мы стравим стену, ну, может быть, стену не как бы в прямом смысле, а более-менее переносном, да, нет интернета, нет этого, нет того. Мы стараемся, чтобы к нам не прокладывали трамваи, чтобы у нас меньше ходило общественный транспорт, и все. Мы вот живем в таком, этот Идбацрут называется, вот в такой укрепленном пространстве, замкнутом. Дальше. Это уфаким шелану. Это уфаким шелану, это важно. То есть, сужение нашего жизненного пространства, наших горизонт. Горизонт – это из-за наших интересов. Есть области жизни, которыми эти занимаются, а наши интересы. Мы этим не занимаемся, да. И все это с какой задачей? Только чтобы спасти поколение наших детей. Да, лу – это знаменитая песня «Луи». «Луи» – это «только бы было». Вот это вот «лу-лу» – это «только бы». «Только бы» – ну, два слова или три слова «только бы было» в одно слово «лу». Окей, дальше. И тогда, если они не увидят телевизор, в смысле, дети, да? Не увидят машину, едущую в шаббат. Правильно. Они станутся евреями прямыми, простодушными и хорошими. Правильно, искренними, простодушными, да? Вы טובим, да? Вы хорошими, правильными, да? Это вторая позиция. Так, я могу, да, не передам, чтобы мы… Можно, Аня, передам? Да, окей. Ань, ты с нами? Да. Дальше. Вот тут очень резкая фраза. Что говорит араб? Цена, которую они платят. Да. Цена, которую они платят. Да. Иудоизм. Вручается, да? Вручается, льет. Хасрат релевант. Ну, какой-то очень… Релевантный. Хасрат – это как бы необладающее, да? Но по-русски это нерелевантный. Ну, да, но неадекватный. Неадекватный. Ну, неадекватный в смысле… Они-то считают, что она адекватная. А он говорит, что она нерелевантная. Это в смысле, что пропадает актуальность. Ну, скажем так, вот это, наверное, релевантный. В этом случае нерелевантный. Хотя понятно, что это субъективно. Для арабов-шерки это нерелевантно. Для них это, да, релевантно. Но он именно хочет сказать, что это нерелевантно в глазах, не знаю, стороннего наблюдателя, скажем так. Окей? То есть она замкнутая. Она замкнутая. По мнению Рава и Адута, как бы обымает все стороны жизни. А если, исходя из как бы тактика такая, что мы бороться не будем, мы не будем противопоставлять, и мы не будем вступать в диалог, мы не будем защищать наши позиции, а мы просто построим стенки, то тем самым ты выключаешь себя из каких-то больших областей жизни. И поэтому ты становишься нерелевантным. Вот он говорит, то есть Олан, то, что вокруг тебя, а ты, соответственно, из этого мира ты себя закрыл. Окей? Дальше. Пьет чай. Дальше. Зот Эндашния повторяет. Вот вторая позиция. Да. Третья позиция говорит, что давайте сделаем войну. Давайте пойдем войну. Ну, конечно, видите, часто слово на «с» сделать, то, что по-русски присловно сделать, но это как бы невозможно сделать. Давайте пойдем войной. Или давайте объявим войну и сделаем войну дословно. «Харамот», «Радифот». О, который в чем выращается? «Харамот», «Радифот». Так, хорошо. «Харамот» — это… «Харамот» — это… «Харамот» — это… Ну, есть такое слово «хэром», когда человек подбегает «хэрому», когда говорят, мы с этим человеком общаться не будем, это вообще он нелегитим. Этот человек, он нелегитим. Называется «хэром». Например, человек не может быть в Миньяне, человек не может быть в синагоге, человек не может быть в качестве седателя Байдина. То есть это называется «харамот». У меня выскочило из головы русское слово, как это называется. Ну, хорошо, «радифот». Что такое «радифот»? Преследование. Преследование, да. «Харамот» — «радифот». Окей. «Харамот» — это «байкот». Что-что? «Харам» — это «байкот». Ну, да, правильно. Вот «байкот», можно сказать. Правильно, «байкот». Но это все-таки «байкот». Но бойкот, мы знаем, как бы в основном это трудовые отношения, правильно, бойкот? А херем, еврейский херем, это же я перечислил, то, что от человека отнимают у него статус, балькотируют его, как бы, еврейскую составляющую, да, например, он не может, его, а вот такой-то все, на него равноложен херем, с ним нельзя молиться. Вот это херем, и он не может быть частью меня. Дальше. Сейчас. В айю творим каэле. Тому подобные вещи. Да, и были, он говорит, были, в айю, и были такие вещи, то есть есть факты. Какие? Перечисляйте. Аль шанут эцелла мушэль. Аль шанут эцелла мушэль. Это, по-видимому, речь идет сейчас не сейчас, а про бандат. Что значит аль шанут эцелла мушэль? Шанут, язык выросгон. Аль шанут, это от слова лошон, это язык. То есть это кого-то закладывать, закладывать. То есть клевета, закладывание, ну, скажите, как угодно. То есть приходит к мушэль, мушэль это мульдернатор, это власть. Имеется в виду, насколько я понимаю, это англичане, которые ходили к англичанам и закладывали наших евреев вот это, вести активную войну. Окей? Это вкратце, это вот эта вот война запретов, что ли, ограничений. Да. И что-то по-простому. То есть по-простому просто вот не надо что-то такое придумывать. Может, как я говорил, например, там, меня. Она просто по-простому. Идти к губернатору и говорить, вот эти такие-таки, они себя так плохо ведут, я вас ставлю вы здесь, примите, как вы. Ну, как бы закладывай. Окей, дальше. Иногда даже до, как бы, пролития. Пролития крови. Пролития крови. Да. Дальше. Негед. Ну, это, как бы, на эшкеназите, кофрим на еврейите, это апеист. Правильно, от слова кфира. Кфира это отрицание, то есть отрицатель, либо апеист. Но, как бы, на эшкеназите, это называется кофрим. Вот против этих кофрим. Дальше. Есть аллахот. Аллахашель мусер, аллахашель апикорос, муинит. И в романе Али, кто-карикат. Окей. Ром говорит, есть элхот, есть элхот. Причисляет, да? Есть спецайльны, что? Так. Есть аллахот. А он говорит, были спецайльны, аллахот. Были спецайльны, петерброды. Вот, вот, были аллахот. Аллахашель мусер. Мусер как доносчик. Да, доносчики что-то. Ну, вот есть известная вещь, она приобрела, то есть, как бы, это всегда было в еврейской традиции. Например, про какого-то еврея сказано, что он мусер. Значит, мусер – это, вообще говоря, предатель. Ну, то есть, не бог это, который передает, который выдает евреям. Доносчик. Что? Доносчик. Доносчик и есть тот, кто передает. Доносчик, да, 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 доносчик. Мусер. Вот это называется мой сэр. Было такое, что если в общем неизвестно, что кто-то является вот таким, не дай бог, мой сэром, то против него, вообще говоря, прав мог, могла быть Аллаха, что вообще его можно было или следовало было вообще лишить жизни, для того чтобы спасти жизнь других евреев. Например, например, из другой области мы на эту тему. Вот это вот мой сэр, это очень сильно всплыло, когда был, ну, недоброй памяти рабе. Все устроили соглашение. Тогда как бы крайне право и назовем так. Они говорили, что на религиозном отношении рабина вполне применим Дин Моссера. Почему? Потому что он нас применяет в руки арабских рабистов. Окей. Дальше. Так. А, он написал, да. Ну хорошо, Аллахот, Челяфикорцын. То есть право этих Афикорцын тоже были Аллахот. Ими делает так, ими делает не так. Там было Эмэйма Алим, было Эргим. Ну, неважно. Это в общем все как бы технические вещи. Будем нравоходить. Но все это не в том, что обычно это не пустые слова. А что это было связано с конкретными Аллахот, которые были вот в этих общинах, которые хотели вести, взяли на себя вести необоронительную позицию. Они принимали соответствующие, как бы, законы религиозные дальше. А им да. А Равит, Ютер Митун А. Она более умеренная. Четвертая позиция. Правильно. Все правильно. Более умеренная. Матун – это умеренный. Поэтому есть Леамцин. Леамцин. Это, например, подождать. Все, что не связано с наступанием, с агрессией, с активным. Куга надам матум. Матум бы деутап. Это человек, который умеренный взгляд. В смысле, не правый и не левый. Ну, как бы, по себе, Матун. Леамцин. Вот это как бы и штат. Это тоже, наверное, с этим. Федор Амтананов, приемный покой в больницу. Дальше. О, царик Ласот Минхама, вольнюхамару ханит. О, царик Ласот Минхама, вольнюхамару ханит. Нужно вести войну, но войну духовную. Окей. Давайте вот сейчас мы закончим. Это у нас четвертое, пятое, шестое. На этом останусь. Как бы временные рамки поставить, да? Дальше. Келумар Анахну Нихтофсфарин. Как говорится или как говорится? То есть, то есть, то есть. Келумарис – это то есть. То есть, мы, как это, пишем книги. Мы пишем книги, да, дальше. Что в них мы как это покажем? Покажем, да, дальше. Да, да, хилоним тоим. Кицят хилоним тоим. В чем, ну как, что заблуждается, как эти, светские заблуждается? Насколько Тора, насколько это заблуждается, а насколько Тора, она правильная, правильная дальше. Вот это, к примеру, позиция вот этого. Который был в хороших отношениях с Раум Куком, да. Он был в хороших отношениях с Раум Куком. Я так думаю, да. Он был в хороших отношениях с Раум Куком, да, который... Он был одним из выдающихся Раум Куком, современных Раум Куком. А также современный, то есть он был как бы и Хридимный, и современный, да. Можно так сказать, да, где? В Германии. Правильно. Вой обид катут и моровку. Вой обид катут и моровку. Он был в переписке... Раум Куком, правильно, правильно. Он писал... Классные книги, интересные, классные, хорошие. Ну, классные, но... Прекрасные книги. Агафа, да, действительно, Агаф, да, действительно, Агаф, да, действительно, классные книги. Дальше. Шибаэму духе и дивреэм шелакофы. Шибаэму духе и дивреэм шелакофы. Которых он... А то, как бы, отвергал... Отвергает, да. Отвергает вот этих вот коферов. Слава теистов, да, слова теистов, этих коферов дальше. Вот арбэр абаним алхуба кивоназэ. И многие раввины, как бы, следуют по этим вот этим вот направлениям. Ну, пошли в этом направлении. Зарба им дот. Это вот четвертый подход. Давайте, может, на этом остановимся. Давайте остановимся, правильно, я тоже за. Окей, Зарба им дот. Это четыре подхода. Окей, по-моему, очень интересно. Рафф пока что говорит... Я думаю, дальше он будет говорить так же. Очень понятно. Очень интересно. Это какая минута? На какой минуте остановиться? Ты знаешь, что я это видео закрою. Тогда если я его открою, он меня откроет здесь же. Мы остановились. Восемьдесят четыре. Восемьдесят четыре. То есть мы хорошо, на самом деле. Там где-то тридцать семь, а мы девять. Ну, в общем, четвертую часть мы прошли. Хорошо? Да. Закончу на этом. По-моему, тоже здорово. Очень интересно. Я тогда закрою это видео, он меня откроет его там же. Да? Этот экран закрыл. Ну, хорошо. Все. Сурот, туот, шаббат, шалом. Очень интересно. Будем продолжать дальше. Иврит очень хорошо. Понятно. Все замечательно. Ребятки, я на неделе две выпаду из нашей, потому что я отъезжаю. Интересно. Хорошо. Это тяжелый удар. Мы можем как бы определиться. Во-первых, я с удовольствием, как бы, Тимофей, если ты в силах. Ну, может быть, я выключу запись. Спасибо. Спасибо. Спасибо.